31 августа 2023 год. Прошли мы через эти все, так сказать, космическо-астральные, астрологические явления. Сатурн, Меркурий ретроградный, Луну, ну неизвестно, что как бы дальше будет, но, слава Богу, ночь как-то более-менее для Украины прошла спокойно в этом плане. Второе, надо сказать, это второе я вам делаю видео сегодня, первое видео я сделал про фронт, надо сказать, что, конечно, московские вурдалаки, кремлевские, во главе с кремлевским вампиром Путиным, потому что иначе нельзя назвать, мы просто убийцы натуральные, они, конечно, пребывают, ну, трудно сказать, ну, скажем так, в ступоре, скажем, ступор. То есть, с Путиным такая, видимо, ситуация происходит, ну, и Шейгу, наверное, и, может, и с Герасием, это как вот этот МакКоннелл, кажется, да, или как там его сенатор, республиканец в США, встал, как это называется, в просрацию, в прострацию, в прострацию впал, на 30 секунд замер, вот ему помощница в ухо говорит, что его спрашивают, а он встал, бумс, и вырубился, как будто им, выключили ему моторчик какой-то, ему 81, кажется, год, с ним уже такое было недавно, а сейчас опять случилось, ему задали вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы, ой, какой же это у них будет год, вот, получается, в 2026 году, и он замер, и ничего не говорит, вот, в принципе, я думаю, что подобное сейчас случилось с московицким, кремлевскими вурдалаками, они не знают, как им продолжать, какие их, как бы, линия поведения оказалась сейчас неэффективна в войне с Украиной, я вам сделал первый сюжет про вот это точечное где-то наступление в районе, собственно, Работина, как оно, как Кулеба рассказал, в чем там такая изюминка была, ну, и вот в этом направлении, направление Депятихатки на жеребевку есть, на Бахмут немножко есть, ну, и на урожай, где урожайное, может, тоже немножко есть, больше же ничего нету, везде в остальных местах московиты наступают, украинцы стоят, не дают им прорваться, но потери, конечно, большие у украинской армии, я считаю, один к одному, поэтому, если заявляет украинское командование, что оно, например, с 30 на 31 перебило где-то там 500, например, московитов, значит, приблизительно 500 полегло и украинцев, приблизительно одинаково. Вот, ну, пока этот секрет полишенели такой, вот, украинцы терпят это. Давайте теперь поговорим про еще один важный элемент, который привел Путина в этот ступор. После того, как они убрали Суровикина и поставили там его, который был у него начальником штаба, и поставили там некоторых других, там, так сказать, военных, то что получается? Получается следующее. Они не могут справиться, оказалось, с украинской системой атак беспилотниками, морскими и воздушными. И они абсолютно оказались не готовы, когда Украина стала все более массово наносить удары беспилотниками, беспилотниками, притом очень уже большими, мощными по их городам. То есть их ПВО, их вооруженные силы оказались вынуждены очень сильно загруженными для того, чтобы отражать атаки. И оказалось, что если ПВО их настолько загружено, то оно не в состоянии, как выглядит, не буду утверждать, но версию такую высказываю, одновременно наносить удары по Украине. И чем больше, получается, Украина бьет по ним, тем меньше у них возможности атаковать Украину. И очень возрастает мощь ударов по Брянску, это правильно. И один из беспилотников, то ли их три было, то ли пять самолетного типа, один все-таки, то ли сбили, то ли он сам приземлился на эту какую-то там гостиницу большую или делами что-то такое. Ну, короче, возле Брянской этой самой администрации. То есть нанесен серьезный уже удар по Брянску. Это означает, что вся система Брянской области и пограничная ПВО, они были задействованы ночью на отражение атак. Ну, по Пскову там космические появились уже снимки, разные высказываются эти самые, сколько пострадало. Короче, пострадало очень много, очень много. Так или иначе, там какой-то объем сгорел этих илов, минимум два точно полностью сгорело. Два там, наверное, чуть-чуть не догорело, но тоже, то есть где-то четыре, может даже шесть, вообще не годятся к эксплуатации. Ну, плюс по остальным тоже там попаданий много. То есть, по сути, целый аэродром превратили в самолетное кладбище. Еще и там был удар вроде по горюче-смазочному этому резервуарам и так далее. То есть, это, конечно, для Путина это колоссальные потери, во-первых, потому что это очень дорогие самолеты. Во-вторых, это самолеты, с помощью которых из них не может доставляться псковская дивизия. Теперь, поскольку самолетов нет, их могут там и перебить на запорожском направлении, потому что они и удрать не успеют никуда. Ну, это как бы, есть еще второй у них такой, как бы, это Рязань. Там рязанская дивизия стоит. Если по Рязани, если добрались до Пскова, то до Рязани тем более. Высказываются разные точки зрения, вплоть до того, что это вполне могло быть, что запуски осуществлялись с Эстонией. Так или не так, мы не знаем, ну, похоже на правду, конечно. Короче, у Путина теперь чрезвычайно сложные перед ним задачи. Как действовать? Они столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, которые по ним нанесен очень серьезный удар. Более того, теперь, ну, по 100 рейсов сегодня было отменено. Во Внуково, если не ошибаюсь, там всякое мне пишут, там про аэропорты, где-то, что там все у них классно. Ну, не врите, ничего классного у вас ни в Демодедово, ни в Внуково, там еще какой-то у них аэропорт. Главное, что нарушена система авиаперевозок. И более 100 рейсов сорвано сегодня было в ночь и утром. Вот это самое главное. Потому что один из дронов почти долетел до Москвы. И один, а может больше. То же самое. То есть Брянск, Курск куда-то там сильно попали, по-моему, в аэропорт попали. Еще несколько попаданий есть. То есть беспилотников становится все больше. И оказывается, система вот этих сил космических, там ПВО, этих всех авиационных, она не способна работать на несколько задач. То есть отражать удары дронов и ракет и одновременно осуществлять удары по Украине. Оказывается, она это делать не может. То есть логика такая же. Если Украина усилит час удары ракетами, дронами и другими средствами по аэропортам, по предприятиям большим, нефтеперерабатывающим заводам, химическим и прочим Российской Федерации, то по сути Российская Федерация уйдет в серьезнейший облом финансово-экономический. Падает у них рубль, они ничего сделать не могут. Вот реально. И тогда практически будет у них идет потеря вся финансово-политекономическая, народно-хозяйственного комплекса вот в этих областях, которые на европейском части континента находятся. Потому что если ударили по Пскову, то могут и по Новгороду Великому ударить, и по другим городам там есть, куда бить. Ну и, конечно, для московитов это тяжелейшие. Тяжелейшие и репутационные для Путина удары. И они показывают, что он не может защитить население. Поэтому вот такая была ночная атака массовой Украины. И по Крыму были тоже очень мощные удары. То есть уже по сути никаких там... Крым рассматривать как остров или полуостров отдыха, рекреации уже не приходится. Это просто уже по сути зона боевых действий, где вообще и жить-то нельзя, и находиться нельзя. И надо просто оттуда потихоньку ретироваться, потому что удары по крымским городам будут... Я не могу понять, почему по Симферополю не бьют. Вот это какая-то загадка. Что туда дроны не летят? На эту администрацию, этого Аксенова, на их так называемую Думу там, где они сидят. Но пока они почему-то не бьют. Не знаю почему. Может, будут бить. По Джанкою, конечно, мало ударов. По Евпатории мало ударов. Но, во всяком случае, ситуация для Крыма удручающая в этом плане. То есть, они постоянно должны отражать удары каждую ночь. Они говорят, мы отбили, мы отбили, мы отбили. Отбить-то вы отбили, но это же большое напряжение. То есть, вот такой бы я вам сделал материал на сегодняшний день. Оказывается, вот эта линия украинцев по усилению, нанесению ударов вот этими беспилотными аппаратами, ракетами и другими средствами она очень оказывается эффективна по российской территории. И ее надо увеличивать, интенсифицировать. И тогда, по сути, ну, как я понимаю, может ошибаюсь, увидим, что чем больше будет этих ударов, тем меньше вероятность, что московские вурдалаки нанесут удары своими авиационными системами, ракетами и дронами по Украине. Потому что они две задачи сразу решать не в состоянии. А поскольку, как бы там ни было, санкции работают и производство всей новейшей техники у них в тяжелейшем положении, то, конечно, для московитов это очень-очень напряжно, неприятно. И они не в состоянии эффективно противостоять украинским вот этим ракетно-дроновым атакам. Вот еще такой я вам сделал бы сюжет на сегодняшний день. Посмотрим, как будет эта ночь проходить на первое, потому что вы же знаете, что Путин обязательно должен за Псков отомстить, и за сейчас, за Курск, и за этот самый, как он называется, за Брянск. Ну, будем наблюдать, будем наблюдать. Ну, плюс украинцы же бьют и днем, поэтому вполне возможно, что дроны еще долетят куда-то. Может, все-таки до Москвы опять долетит пару дронов. Вот, может, все-таки по Мавзолею ударят этому Зигура, то там, где эта мумия гнилая лежит, Ульянова Бланка, бандитская кличка Ленина. Ну, увидим. Но, во всяком случае, эта тактика и стратегия оказались эффективны. Так же, как то, что удается сейчас делать именно с точки зрения наступления, вот, благодаря таким, как бы, таким, ну, действиям, очень мощным, таким, штурмовых отрядов, фактически, такие барсеки, которые оказались есть в украинской армии. Вот второй такой бы вам сюжет сделал. Пока ночь прошла так. Будет ли какая-то ситуация будет на 31-е, с 31-е на 1-е, еще вечером, что будет, мы не знаем. Но пока все идет в таком ключе, скажем так, позитивно-нейтральном. Пока. Вы с Олегом Солскиным сегодня 31-е августа, сегодня уже четверг. Вот, через 4 дня будет уже 3 месяца, 90 дней контрнаступления, так называемого, Украины. Десятки тысяч убитых, раненых. Но, к сожалению, вот такая действительность зеленая у нас в Украине, когда при власти находятся Зеленские, слуги и какие-то странные люди. Ну, теперь давайте сделаем про ситуацию внутри Украины, внутри политическую, про кадры, про отставку Резнякова и так далее, и так далее. Про то, что у Мерова хотят вместо него Татарина поставить. Вот, давайте мы сейчас еще и про это, про другие вещи поговорим. Вы на большом канале, подписывайтесь. До новых встреч.